коллеги продолжаем смотреть письмо татьяны по фрагментам вот переход нет никому на свете не отдала бы сердце я напоминаю что то здесь надо ставить перед этим знаменитая фактура когда левую руку нужно использовать двойную репетицию контроль над демпфером не давать демпферу упасть то есть вот я играю сейчас без педали так что у меня педальный эффект я не даю демпферу упасть причем рука свободна пальцами проникающими легкая легкая пульцевая стакката как пицциката да можно не обязательно целиком все играть можно можно такие вещи делать как бы упрощать помним да что арфовая задерживается я сейчас специально все показываю без педали чтобы показать как богато это звучит без педали как потом мы идем от богатого звучания до принципа от богатого сверх богатому не от бедного это миф о том что рояль фортепиано без педали бедный инструмент ничего подобного фортепиано невероятно богатый инструмент и без педали а с педалью он богат еще несколько раз по этому принципу идем от богатства к сверх богатству в голове чтобы это было да да естественно и соответственно добиваемся этого а если у нас установка что фортепиано без без педали это бедное звучание ну так мы и извлекаем бедное и раскрашиваем бедное педалью а если мы добиваемся богатства настоящего без педали то соответственно да все рядом все на клавиатуре все вот так все на клавиатуре никаких лишних полетов никаких вот этих вещей все здесь 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 да мгновенные перемещения принцип принцип телепортации здесь здесь нам важно можем здесь можем здесь можем здесь можем здесь можем здесь вот да вот мгновенные переносы это тоже принцип нижней дуги только у нас лежачий эллипс вот так вот когда вот вот такой да и одновременно мы чувствуем и немножко нижнюю дугу и как бы стоячий эллипс то есть как бы чуть-чуть иллюзия того что ниже клавиатуры идем да и все на самом деле на самом деле вот так все начинается бокс ринджендо да и что мы тоже важно что мы делаем что какая здесь полифония вот это очень важное голосоведение у анчелли да 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 я только эти синкопы синкопы 16 с паузами играя без пауза как бы как синкопы хорошо звучит это вообще принцип принцип такой марта на марта латной фактуры что мы играем без пауз как бы а придерживаем обе руки играют легато и тогда хорошо звучит то что на слабых играется как синкопы и облегчаем вместо вот этого это неудобно и здесь можно здесь можно в последнем аккорде да вот это обращаем на какие звучания при свободной руке да фа и диода ми фа вот какие звучания вот мы ловим из педали вот эти вторые волны вот и переводим ми бемоль вот такой переводится в ре вот тоже один миф развеивается да о том что можем управлять при свободной руке и правильное распределение фактуры мы управляем вторыми волнами и сейчас очевидно увеличение звучности да вот да это эффект наложения естественно да даже без педали им надо уметь пользоваться это и есть управление вторыми волнами да 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 Чтобы здесь все было. Так, чтобы удобный был соль минор в левую руке. И близкий. Да. Положай. Некрасиво. Можно лучше. Почему было некрасиво? Потому что я перестал слушать фа. Слушаю. Вот теперь фа у меня переводится в ми. Или. Да, вот такое сведение. И так мы делаем. Те, кто знает, как устроена здесь фактура, понимают, что я редуцирую, что я делаю удобным, что я выделяю. Да, как я инструментую. Да. Опять не слушаю фа. Вот я себя корректирую. Ну вот. Раз. Здесь жест дирижера вниз. Раз. Да. Такое тутти небольшое. Да. Очень важны средние голоса. Да. Работает вторые пальцы внутри. Три. Да. Вот это. Второй, третий. Второй, третий. Да. Второй, третий. Второй, третий. И вот это. Другой. Дальше всю полифонию, обязательно, сохранять надо. Здесь полифоническая ткань. Вот эта. Соль у него здесь ключевая. Я в руке. Сол. И, наконец, не. И все остальное тоже полифонично. То есть, не взял я соль, а нужно взять. И. Здесь подкармите вторым пальцем. Да. Вот это ми. Это ми я беру в левую руку. Здесь удобно. И потом ре бемоль. Так же, да. То есть, ми бекар. Берем левую. И эта соль сохраняется. Вот дальше. Нет никому на свете, да. Не колам у нас. Вот это. Ключевая соль. Обратите внимание, что делает левая рука. И потом правая. Да. Пушаем соль. Нет никому на свете. Очень красивая ля. Смотрите, какие вторые волны. Вот здесь надо поймать. Да. Не. Мне. А. Дала бы. Дальше. Облегчаем фактуру. Вот это тяжеловесно. Это тяжеловесно. Да. И правую руку тоже. Нам нужны звоночки. поэтому принцип вот такой. Через одну октаву играем. Это лучше звучит, кроме всего прочего, да? Все это, что очень важно, что нужно добиваться и пианисту, и певцу, это постоянная экстатичность, экстатичность, которая здесь происходит в состоянии, да? И инструментально, и вокально, и все это должно быть в упоении, все в упоении, и музыка так построена, и голосоведение, и все помогает, и голосоведение помогает этому. Здесь, конечно, ретенута, сильно, то воля неба, я твоя, да? И вот эти вилончельные, тоже я упрощаю фактуру, делаю ее более легкой, вместо вот этого, не нужно это совершенно, достаточно, да, да, опять, Такая правая, да. Это тоже восторженно, восторженно, экстатическое звучание. Как играется? Как играется? Не вот так, и с педалью, а вот, используя контроль над демпфером, да? Все показываю без педали, не зря. Педаль потом будет обогащать это. Вся жизнь моя, да, вся жизнь моя была золотой, да? Тут это не гамма, да, а дважды за тактные мотивы, да? Они очень хорошо ясны. Верную с тобой. тоже очень важно и здесь видно что он пишет сначала аккорд потом за так и отсюда поворот здесь можно левая рука ищет более удобно все кто знает как написано понимает что я делаю как я упрощаю фактуру при этом не лишая ее богатство очень важно погладить ребемоль погладить ты мне не да ты мне послан богом ты мне послан ты ты ранен ищем оркестрового звучания тоже все показываю без педали вот такое богатство звучания все без педали потом обогащаем педали вот я добавил педаль и богатый обогатил но если у меня уже богат оркестрова звучит без педали ты в сновиде экстатический сон да нигде нигде никакой никакого ботовизма да ни в коем случае это вершина романтизма вершина романтизма в чем уже позднего романтизма уже совсем близко к серебряному веку совсем близко к модерну то есть к мистическому модерну чайковский подобрался буквально к серебряному веку в своем состоянии да и в онегине и в пиковой и в шестой симфонии особенно написано на две четверти а потом это как на 6 восьмых да вот эти парочки знаменитые вот я их и не боюсь играть парочка вот такой рукой прилипая почти почти принцип барочной пары и одновременно и то и другое то есть и пары а другой стороны мотив какой то есть пары не мешают за тактовым мотивом да а здесь близкая стакада кларнитовая все на клавиатуре рука абсолютно свободно до лежит на клавиатуре только пальцевое да пальцы как пальцы как щупальца сюда являет сюда вот научите сюда без опоздания незримый ты мне тоже учим в руку отделе вот это пицциккату да и стаккату оркестровая короткий чем короче тем лучше коротко 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 еще короче и тихо изящно а это здесь появляются эти изумительные хроматизмы вагнеровские да и обязательно эти такты на шесть восьмых получается раз да 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 Держим, держим, вот у меня аккорды вот я отпускаю остаются инструменты да или отпуская правую руку оркестровое звучание да два голоса они они плюхаем аккорды то есть каждый палец как отдельный инструмент как в берлинском филармоническом при этом не провинциальный оркестр а высшего класса или венской оперы да вот такое звучание да ммм ммм тоже I love you I love you я люблю потекстовывать можно как угодно два три раз два три раз вот за такт вот за такт да никаких абстрактной битности никаких абстрактных долей да все произносится за тактным образом в душе твой голос раз да голос да сразу другая группа равно и здесь связь да руками делаю связь отпускай верхний голос через этот подъезд сюда да нет это был не сон ну вот это такое стакката да и потом ставлю сначала ставлю аккорд верхний голос держится трималирует только средний да ты чуть пошел угу я подмиг узнал а какой дремоло на двойной репетиции да да на демпферах демпфера не дадим падать демпферо да это возможно даже на пианино да делаем максимально мелко да тихо это держим вот так звучит ase линия И сюда пришли, да, тоже пальцами все, поэтому оркестровое звучание, да, это не только как при игре клавиров, а вообще при игре любой фотопианной фактуры, да, у Чайковска даже как у Рахманинова, Да, и так? Ты чуть пошел, я вмиг узнал, я вся поплела, запылала, да, и мыслях молвила. Вот это все, средние голоса, да, вот он, я додерживаю максимально. Акустику, я делаю акустику, как бы эхо, то есть поэтому не делаю паузы. Бария, акустику, акастику, это все, акустику. Да, и здесь, и здесь. Я этот аккорд беру, кто не берет, может и так, ну, конечно, ну, чтобы ничего особенного, да, с ноной. Вот он, вот он, тоже, секунда, терпкая, мы уже знакомы с этим, да, вот он здесь не повторяет, кстати, уже, поэтому здесь чуть потише, слушаем соль. Несмотря на то, что он пишет крещендо, но это крещендо относится, можно рассматривать как крещендо по отношению к этому соль, да. Сейчас отпущу, у меня соль еще звучит, да. И дальше, неправда ли, да, неправда ли. То есть у меня до ля вырастает, идет сюда, да. Да, как я играю? Внутри. Вот такой у меня ля. И тогда из него рождается это. Обязательно посмотрите аппликатуру этого. Можно, кстати, можно и так, и так, можно... Это я советую играть вторым пальцем, а дальше можно и октавами. Вот это можно октавами, а это... Опять соль оставляем. Пианисты, смотрите, как вам удобно, да. Можно через октаву, можно парочку октав потом пропускать. Смотрите, как это... Главное, чтобы был звоночек наверху все время. А потом здесь длинная нота. Как дела, я обеду. Помога и развитие. Показывает официально мольт и легат. И так далее. Вот этот кусочек очень важный. Специально демонстрирую возможности без педали. И, ну, конечно, это все будет обогащено потом педалью. Опять же, принцип от богатого звучания без педали к обогащенному звучанию с педали. Чем богаче мы научаемся действовать пальцами без педали и вытаскивать из рояля его поразительную красоту, пользуясь контролем над демпфером двойной репетиции и пальцевой педалью, да. И затем обогащаем это педализацией уже правой педалью. И работа с певцом здесь, как всегда, согласными, да. И с состояниями, разными состояниями экстаза, да. Ты в сновиденьях, в сновиденьях мне являлся обязательно. Ты в сновиденьях, в сновиденьях. Все эти потрясающие переходы согласных и гласных. Ты в сно, да, вот, столкновения. Ты в сновиденьях. Не бояться усиленной артикуляции, да. Потому что в пении все равно артикуляция сглаживается. Поэтому, чем больше мы работаем артикуляционно, тем лучше, да. Для текста. Ты в сновиденьях. Поэтому полезно отдельно почитать. Прямо поработать с этими согласными, сталкивающимися, да. Ты в сновидении, в сно, в сновиденьях, в сновиденьях мне являлся. Являлся, а, вот это, мне являлся. Я, я редуцированное, мне являлся, то есть являлся, как бы. Ну и тоже, но так на грани, да. Мне являлся. Незримый, незримый. Вообще незримость, это как живопись. Живопись воплощает незримое, невидимое, так музыка воплощает неслышамое, да. Поэтому здесь я незримый, незримый ты уж был мне мил, да. Ты уж был мне мил, твой чудный взгляд меня томил в душе, твой голос раздавался, да. Все это подробно, отдельно, текст вместе с певцом проходить. И каждый певец, и русский певец, и нерусский певец должен получать сначала наслаждение от текста самого себе. Самого по себе, самого по себе текста изумительного, русского, непростого, да. И только потом обогащать, опять же, от богатства стиха без покопения к обогащенному стиху через пение. Самое главное, конечно, в пении, это ровность, красота и насколько возможно бесконечное дыхание, да. Самое главное, это тренировка максимально длинного дыхания. И умение знать, где брать дыхание тоже. Естественно, это отдельная, отдельная проблема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова